христос посреди нас мои родные и любимые христолюбцы давайте помолимся и сегодня интересная тема нас ожидает господь мой и живой бог любовь наш иисус христос слава тебе слава тебе боже наш слава тебе господи благослови уста говорящего уши всех слушающих и вложены руки всех печатающих это прославишься ты в последнее время пришедшего плоти господь мой и живой бог любовь наш и да откроется помышление многих сердец господи как когда-то открылось и мое и да узрит всякая плоть славу величие твое а главное любовь твою в кресте твоем и бессмертие воскресение твоем и свободу дарованную каждому человеку от начала времен и оставленную тобою вознесение твое слава тебе боже наш слава тебе господи ты подаешься просто и без упреков и мудрость и все потребное для жизни радости веселье и уподобление тебе в святости любовью к ближнему через добрые дела твоими дарами для твоей славы так который открой же и нам ум к разумению истины писания твоего и истины твоей слава тебе боже наш слава тебе господь и живой бог любовь наш иисус христос всегда был есть вчера сегодня и завтра будет посреди нас мои родные любимые христа любцы тем я хочу сегодня затронуть любовь к врагам очень часто я общаюсь с братьями и сестрами и когда вопрос становится ну а что же такое любовь к врагам и вот у некоторых недопонимание я хотел бы поделиться вам своими мыслями как я живу ибо в евангелии нам все открыто и мы помогаем друг другу здесь ничего страшного такого нет и вот любовь к врагам она в принципе делится на два таких непонимания ну и вообще любовь то что любовь это совокупность совершенства это свойство это природа это имя можно назвать бога сущность его до смысл бытия замысел бога человека заповедь божья завет божий завещание все это одни и те же слова но что же такое любовь любовь она проявляется конечно же в делах любовь и упование наш она в делах в этом вся наша вера наша вера в том что иисус христос это бог имя которому любовь мы люди его образ его дети и можем уподобиться ему соответственно в его сущности который есть любовь это наша вера а дела наши веры это деятельные дела именно дела когда ты взываешь к богу он тебе подает и ты убеждаешься в том что иисус христос действительно бог и что он любовь вот и все и и и уподобляешься познаешь богу только единственным способом творяя его же дела его дела любви хочешь знать как бог тебя прощает грешник так и ты прости хочешь знать как господь тебя за свои грехи на суд не приводит а сразу в царство небесное воде так это никого не суди хочешь знать как господь твои грехи покрывает перед всеми и не выносит их на публику не трубит тут же на тебе их не видать у тебя как у пинокки у нас не в рай не растет когда-то чего-нибудь там погрешаешь так это и покрой чужие грехи никогда их не перетаскивает и вот любовь к врагам то же самое она делится на так скажем сейчас два вопроса мы сегодня рассмотрим вообще что это такое что это за дела любви к врагам но мы много рассматривали сейчас мы конкретно рассмотрим в узком контексте конечно хотя вся любовь к врагам вообще к людям мы должны должны с вами учиться и зреть ибо жизнь и учение сус христа нам оставлено в евангелии кто хочет научиться быть христом как он сказал и достаточно для каждого ученика если он будет как его учитель а наш учитель иисус христос и будьте совершены как отец наш небес на чем мы сегодня с вами прочтем а сын и отец одно то есть это иисус христос значит где мы можем научиться любви только у христа не у апостолов не у пророков до него него апостолов после него него каких-то там неизвестных персонажей библии или малоизвестных или непонятно вообще каких известных не у после апостольских исторических полу мифических персонажей так называемых святых они святых нет мы учимся всему только у иисуса христа мы смотрим на совершенство на идеал а там после того как мы разденемся бог нам расскажет и покажет что у нас получилось смотреть надо на совершенство а если мы планку себе на макушку положим в данный момент почти на лысую то куда мы будем стремиться то кто хочет знает по жизни что кто хочет чего-то добиться тот всегда ставить себе как говорят недостижимые планы невыполнимые да этот человек именно уподобляется действительно и достигает чего-то вот поэтому идеалисты максималисты действительно ревностные люди всегда чего добиваются вот кстати собственно деле спасения надо быть не менее ревностным алчущим и жаждущим до святости давайте тогда сейчас мы просто прочтем а то и правда иногда как-то все но говорю в перемешку давайте просто прочтем причем два куска сразу из матфея из луки а я уже потом буду говорить в принципе вы должны знать но я мы их напомню напомню тем более они касаются как раз и любви к врагам и мы уже поговорим матфей это с 5 38 48 вы слышали что сказано око за око и зуб за зуб а я говорю вам не протився злому но кто ударит тебя в правую щеку твою обрати к нему и другую и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку отдай ему и верхнюю одежду и кто принудит тебя идти с ним одно поприще иди с ним два просящему тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся вы слышали что сказано люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас но здесь я сразу остановлюсь когда господь любите он не останавливает свое повествование поэтому когда вы узнали или услышали уж тем более сами читайте в евангелии читайте внимательно ведь господь как я вам всегда уже даже ролик записал это не глупый иисус это вся полнота божества телесно явившиеся воплоти 2000 лет назад что является великого благочестия тайной и уж он знает как донести людям полноту учения особенно с обрезанными ушами сердцами и про как там господь исцеленными то есть помните слепцы да он сюда их с прозревшими глазами вот поэтому просто читайте ничего вы думать не надо господь после тезиса как хотите лозунга фраза любви к врагам говорит-ка он и до этого варит мужа с вами сколько прочитали да но опять это эпитеты тезис и такая игра слов дальше мы читаем конкретно как любить врага вот я тут прокомментировал и мы читаем любите врага как благословляйте благословляйте это не значит возлагайте руки год бог благословит не благословляйте это двусоставное сложное слово как называется каким-то философским или я не сильно в этом селе он филологическим языком да ну или просто образованным да двусоставное или сложное слово благо счастье добро и слово слово да все-таки благословляйте говорите добро когда вас будет поносить не кричи ему в ответ ты сам дурак скажи любое благое слово какое будет этому человеку полезно прости меня извини меня ну ты молодец а я дурак да благословляйте проклинающих вас причем что в лицо что за глаза господь всегда об этом говорит дальше что благотворите что-то у меня благотворите ненавидящим вас второе это творение каких-то дел благотворительно и молитесь за обижающих вас и гонящих вас и что мы делаем всегда три вещи господь перечисляет во первых молитва молитва это желание я вам почему это все говорю потому что умное сердце у человека есть это что такое умное сердце это в котором личность ум человек адам управляет своими чувствами это называется желание лишь каждая моя рождающаяся мысль то есть сын от отца от начала от какого-то от ума имеет какую-то конечную цель какой-то дух святой какое-то и какие-то чувства да все это называется я же желаниями я чего-то хочу всегда любое мое действие это какое-то мое желание хоть ты треснула когда подумайте спокойно об этом вы поймете вы всегда чего-то желаете сесть встать пойти полежать покурить поиграть почитать библию поцеловать ребенка приготовить поесть пойти на быть что-то все время желаете плохого или хорошего вот молитва это есть наши желания поэтому наши желания должны быть какими благими всегда добрыми желающие искренне желающие чего счастья человеку даже врагу и это желание наша молитва наше желание наше помышление как хотите желание тоже совокупность ума и и сердце помышление злого сердца господь в библии всегда такие выражения в общем называется желание мои желания мои желания вы знаете прекрасно всегда воплощаются в жизни я же пожелал и сделал захотел чайку пошел заварил да вот господь и говорит что делаете у человек резко можно сказать на 2 делится таких таких две сферы деятельности его его тела это как так как есть языком очень много им шевелим то есть у нас есть слова реально материализующие наши желания и дела то что у нас есть еще помимо языка еще основная большая часть тела оставшиеся это где есть и руки и ноги и мимо что-то всегда делаем куда-то идем и что-то творим вот но естественно в этом участвует все тело поэтому все очень просто вы желаете добра делайте его и говорите его добрые слова благие слова вот вам и все давайте я специально перепрыгну сейчас еще и мы у луки посмотрим луки то же самое но слушающим вас говорю любите врагов ваших но он повторяет благотворите ненавидящих вас опять все повторять благословляйте проклинающего и молите за обижающих вас но дальше он почти то же самое говорит ударившему тебя по щеке подставь и другую отнимающим у тебя верхнюю одежду не препятствую взять и рубашку всякому просьбу и тут добавляет вот у луки ну господь перечисляет дела любви да в общем он сказал дальше пошли конкретные дела до господь говорит что такое любовь господь еще расширять что такое любовь к человеку ну и к врагу частности но господь тем более если так и врагу это делаешь ты будешь это делать каждому человеку да то есть это помощь ли желания мои добрые ко всем и каждому эти желания воплощаются в словах и в делах и господь потом перечисляет именно дела чтобы тоже опять не думали это надо брата обличить чтобы не иметь с ним греха разве господь такой хоть когда не говорит нет господь говорит тебя ударили реально вы помните как он сам это исполнил тебя ударили в щеку подставь другую хотя он им ответил но вы помните что нам ответил они по злословим хулил он ему действительно сказал истину по-доброму как всегда учит как учитель все ты если я не прав скажи чем не прав а если я прав за что ты бьешь меня а павел когда его ударили помните в том же самом синдреоне стал злословить первосвященника вот вам разница между богом и человеком всякому просящему тебя давай и от взявшего твое не требуй назад и как хотите вы чтобы с вами поступали люди так и вы поступайте с ними золотое правило объединяющие все дела все на свете ну и дальше давайте про прочитаем опять да дать уж по полуке докончим да если любите любящих вас какая вам зато благодарность ибо и где и и грешники любящих их любит если делаете добро тем которые вам делают добро какая вам зато благодарность ибо и грешники тоже делают если взаймы и даете тем который над от которых надеетесь получить обратно какая вам зато благодарность ибо грешники дают взаймы грешникам чтобы получить обратно столько же но вы любите врагов ваших и благотворите и взаймы давайте не ожидая ничего и будет вам награда велика и будете сынами всевышнего ибо он благ и к неблагодарным и злым и так будьте милосерды как и отец ваш милосердь не судите и не будете судимы не осуждайте и не будете осуждены прощайте и прощены будет это все дела любви давайте и дастся вам не только занимайте даже без этого есть высшие степени давайте просто так и дастся вам меру и добрую утрясенную нагнетенную и переполненную оцыплют вам в лона ваши ибо какую меру мерите такой же отмерится его ну и по матфею давайте уж все добьем тогда и будете добудете сынами отца вашего небесного это лучше пропустить ибо если вы будете любить любящих вас какая вам зато награда но повторяется и не то ли же делают и мытари если вы приветствуете только братьев ваши что особенного делаете не так ли поступают и язычники и вот теперь мы 45 48 стих я просто совмещу помочь по матфею да будете сынами отца вашего небесными ибо он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедным и так будьте совершенны как совершен отец ваш небесный скажет что-то нам читаешь да но первых я по наставлениям апостолов и завещанию самого господа во первых напоминаю вам заповеди самого господа иисуса христа в чем и роль всех проповедников а многие даже евангелие не читают поэтому лишним это не будет я уже давно для себя понял многие даже евангелие не читают уже забыли они о нем вот но теперь я поговорю о самом важном своими словами да что такое любовь к врагу мне многие говорят я не могу любить врагов просто я не первый раз знаю что мне сейчас слушают наверняка брать сёстр которые мне лично этот вопрос задавали ну вот и на что таких было уже немало у меня просто есть на эти ответы вопрос я с радостью поделюсь с вами и специально вам прочитал что мы сейчас ничего выдумывать не будем мы внимательно просто как я все говорю мы ничего не толкуем и просто внимательно читаем божьи слова который смог в полноте своей божества своего божества донести людям свое учение и нам в сердце живущим открывает ум к разумению писания все очень просто и легко вы сейчас видите что господь помимо самой этой воздушной заповеди да все нам разжевал как любить и мало того что действительно маленькие вырванные кусочки а вы прекрасно помните хочешь научиться и христоподобной жизни быть со христом войти в царство небесное свободный вход в вере в свои покажи добрые дела к ближнему в этом откроется твоя любовь к богу как говорил пётр да и таким образом откроется вход и все эти добрые дела образ их мы всегда найдем евангелие как поступал господь и как учил все поэтому это и так с вами вырвали но конкретно врагах хотя бы прекрасно понимаете если речь идет о врагах уж что говорить о своих то или даже не врагах а там как бы посторонних или людях там не особо с нами знающихся господь здесь мы с вами стали не говорил что вы будете что делать слово не знаю как подобрать то правильно знаете вот и на что мы будем сердцем любить врагов что у нас будет такие чувства волшебные к врагам ну теплые чувства до что я буду любить вот как я люблю вот как он говорит то господь и специально сказал если вы будете любить только своих а своих мы действительно любим кто играть любящих вас то есть кто нас любит конечно с этим людям теплые чувства то вы прекрасно знаете когда меня гладит по головке только сам уж совсем человек лишенный ума своей какой-нибудь порочной жизни уже совсем как докатился от без до бесчувствия какого-то даже любящим готов и и мстить и быть неблагодарным мы все это в жизни видели в кино в каких-нибудь дачек можно докатиться до такого безумия вот но если мы берем более-менее нас рассматриваем когда-то человек людей еще не в оконцовке или грешников как павел играл сожженных совести своей да вот вы знаете слова не люблю она но она как раз применимо к язычникам и и и и всем внешним да вот именно них же павел говорил да эти люди сожжены в своей совести дошли до безумия могут дать и поэтому там и готовы людей миллионами вырезать убивать там геноцид народов устраивать но это уже полное безумие господь здесь не сказал что вы будете испытывать как я уже сказал какие-то теплые чувства господь говорит об умовой любви он будет что так сейчас мы немножко переинтерпретируем слова господне что так как если будете вы поступать вот не судить не обижать не злословить благословлять да благотворить не просить обратно давшим данного взаймы просто будете давать что так если мы сейчас перефразируем обратно слова господа так никогда не поступают мытари язычники да кого там господь еще пересчисляет ну вот как мы помним мытари язычники да то есть все внешне но мытари по сути грешники и считали все за страшных грешников помните вот но язычники то есть все неверно то есть эти люди как бы никогда такого не делают потому если вы будете делать это это то есть любовь к врагам мир мир сейчас опять это слово возьмем мне тоже нравится если правильно понимать мир конечно так не поступает вы знаете прекрасно и все вы до покаяния так жили вы особо какому-то человеку внешнему не будете ничего хорошего делать вы подумайте а зачем мне вообще нужен только христиане понимают что все мы от одной крови как павел сказал только христиане понимают что у них есть учитель совершенный наставник и бог отец небесный который именно любовь и что вот как итог христиане знают что оказывается уподобиться и быть совершенным отцу небесным можно только через такие дела понимаете это умовая любовь умовая господь не говорил что ты будешь испытывать сердечное чувство теплоты к тому кто бьет тебя по башке господь этого никогда не говорит да мне вот пишут там гадости в комментариях думаете у меня какое теплое чувство нет но я христианин и что я делаю я не отвечаю злом на зло я же в ответ не говорю иди сюда сейчас разберемся ты кто такой тогда вот в миру бы я бы поступал бы также давай стрелку забьем я тебе сейчас тут расскажу чей почем дом да мы же так не все я христианин максимум я говорю и не максимум это даже правильно наделать это не что сразу я и молчу просто да кто мои комментарии читал видно христос же нам показала мать тебя бьют в щеку не значит что христианин просто молчит не это я говорю родной мой ты такой умный публично меня там наставляешь обличаешь ты мне позвони сначала и скажи в чем я не прав а то ой ты еретик и все ой великолепный комментарий то это христианин нэр пишет скорее все хотя я уж потом потому что это может быть совсем не христианин и только мне кажется вот мы же идеализируем в чем такая любовь к врагам в любой кругом она умовая человек это личность все что у человека есть своего это лишь он это 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 его личность это его адам это все что есть у человека ты все что есть у нас своего это тот адам который был создан богом вот этот адам управляет евы управляет своими чувствами вы же помните его была создана из ребра что такое ребро в математической взял коробочку вот знаете вот есть допустим ну куб пролит прямоугольник там да вот это называется ребром да вот эта часть а вот это называется грань но кто математически знает да то в принципе понятно что любая грань этот миллионный ребер да то есть принципе это все ребро вот внутри там ум а все это чувство вот это сердце но это правда из-под каких-то лекарств это в доме нашел вот не будем делать скрытую рекламу вот оно сердце там внутри вон ум громыхает до слышно а вот это вот сердце человек если если бы адам был без евы это было бы компьютер понимаете и бог бы был бы таким же бог это умное сердце это желание это любовь бог есть любовь и вот она это умное сердце это энергия желания и бог это абсолютная добрая энергия желания понимаете если бы бог был без сердца без чувств это было бы просто компьютер до мозг да все бы идеально бегала все были находила любви бы не было и наоборот чувства не управляемые умом это чтобы было бы такой вы прекрасно знаете молилась ли ты на ночь десдемона да не да так не достанься же ты никому вот что такую любовь что такое умное сердце это адам в абсолютном хотя вы прекрасно помните что господь это адам управляющий своими чувствами то есть желание абсолютно направленный на благо вот и все его это лишь чувство до человек может все чувствовать все переживать но ум управляет этими чувствами понимаете все очень просто вот поэтому сердечные переживания сердце дать такое вот у меня были откровения кто знает я говорил там в храме здесь в доме у меня было да да бог может поменять тебе природу ты на уровне сердце будешь любить людей врага у меня такое было и я с братьями сестры общался мне открывали что оказывается я не один такой многие такое переживали да поэтому там все те же самые первые мученики тот самый стефан мы знаем первомученик который закидывали камнями все апостолы наверняка которые погибали возможный бог в тот момент момент мучениства менял природу даже настолько помимо действительно сердце что они любовь к врагам испытывали уже не свою не умову а еще и сердечную вот давал им эти предсмертные чувства возможно даже господь может все отнять господь может боль отнять тебя будет кидать эти камнями ты не будешь чувствовать но это уже не от нас зависит меняет природ бог мне отдавал господь такое сердце я не помню сколько это в храме там и рассказывал длилась ну пусть там 10-15 минут тут у меня было в комнате откровения это неземное переживание это неземное переживание это будет все в царстве небесном я это понял господь мне это открыл да это будет царство любви бесподобное тебя от этого вечного блаженства будет просто разрывать да это счастье но это все дар дар бесплатный дар халявный а здесь господь хочет чтобы мы своим умом у совершились ему господь еще в раю сказала даму не чтобы он праздным сидел в раю а чтобы возделала хранил себя в любви возделался в рубли в любви это сохранял адам будучи в раю не не целыми днями лыдки драл на гамаке нет господь ему сказал уж возделать и хранить в раю люди первые должны были научиться начать себя созидать в любви добрыми делами к ближнему это факт что-то там делать должны были точно так же вы знаете прекрасно что и плодиться размножаться было заповедь дана в раю они после грех падения это это все там должно было быть там должно было раскрываться царство любви и семечки в виде дыхания жизни виде древа жизни символьно показаны данному богом человеку сердце это есть христос это есть сам бог древо жизни есть бог дух его это есть бог поэтому то что вдунул это он сам вошел в сердце человек к человеку человек стал богоподобным стал его сыном ни одно из животных не обладает этим даром даром богоподобие вот это раз что такое любовь и вы прекрасно помните я вот вам напомню то есть наше дело подвязаться что такое любовь к рогам это не экзальтировать не испытывать какие-то непонятные чувства любви к врагу знаете как ближнему действительно тебя любит человек тебе помогает там спасает решать твои проблемы сорадуется с твоим с тобой в твоих радостях сопереживает с тобой в твоих горе стих нет и тебя действительно к этому чувству тоже такая братско-сестринская материнская сыновья любовь к христианину пусть даже к тебе не вот им не к родственнику а мы христианами действительно родимся во христе все вот нет не об этом же говорил господь он не говорил о том что вы будете чего-то такое переживать он не грел о чувствах он говорил об умовых о молитве то есть об уме который ты должен все равно заставлять себя понуждать себя и молитве во-первых чему опер ты сам себя понуждаешь и к богу молишься я вам это опять от опыта рассказываю когда тебя обижают еще что-то чтобы не озлобилось сердце тут же проси господа да поменять твое сердце вот это господь делает это я вам от опыта говорю каждый раз вот только кто-то тебе что-то больно сделать что-то нехорошо сколько я раз сам озлабливался на том же канале думаю все не буду брошу все ничего делать не буду да нет и тут же господи есть же кому я нужен и я просто чтобы и на них это не перекинулся господи и к этому человеку измени мое сердце чтобы я не думал ну услышал я это прочитал поменяю мое сердце изгладь из памяти моей и сердце из ума вот и сердце сделаем и умное сердце чистым еще и господь тут же бывало вообще через минуту проходит на сердечном уровне никакой зло бывает весь день думаешь об этом вот за залипли эти слова человека услышал он там и тебе какую-то гадость или сделал что-то нехорошее и весь день я потом об этом думаю до бывало такое но опять же я боролся весь день мне идет накручивать меня сатана прям тут присидит при дверях как господь сказал в сердце в мою христос но он-то не дремлет я-то впустил и теперь не господь там стучится как он кайну сказал этот лукавый всегда там будет вы помните что о господи о христе на земле сказано что сатана даже после пустыни оставил до времени как бы он всегда будет искушать человека наше дело противостоять ему и кайну господь сказал грех при дверях лежит но ты противостой ему жизнь эта борьба наша всегда будет вот мы всегда будем господу показывать свой выбор я конечно же меня день гложет я день я бросаю все я не пишу ролик если у меня в сердце злобы я иду чем на улицу там ковыряюсь пока меня господь не очистит зачем я буду в дурном духе когда там тут тьма окружает я пока меня господь не не восставит не очистит меня я конечно же стараюсь ничего не делать поэтому господь не говорил что ты будешь также радоваться о враге нет конечно не пожелаем узла при первой возможно никогда его не по злословь не публично не лично и и не за глаза с кем-то никогда не сделай этого господь же об этом говорил то нам вот это очень важно понять то и доброе дело ему сделай как только возможность представиться вот о чем говорит господь это же очевидно он нам не рассказывает о каких-то сердечных переживаниях да но когда этот враг вы знаете покаяться представьте вы умеешь такое было я делал добро даже врагу и потом он узнавал что я его не злословил не поносил дело добро это человек становится мне лучшим другом как и нам всем христос стал мы увидели как он не обозлился на весь род человеческий будучи даже на небом а пришел на землю все равно благотворил его одни поносили одни были неблагодарны а он другим все равно дел и этим дел и даже отдал свою жизнь для всех нас чтобы мы все увидели эту любовь в роды в родов и до веки веков потом воскрес и вознесся оставив нам эту свободу подарив жизнь вечную своим воскресеньем что мы все пройдем этим путем не смерти никто не избежит телесной все умрем но все воскреснем во христе иисусе господи нашим вот и все все очень просто ничего сложного я вам просто такой кусочек зачитаю в пророки языке ну там не буду весь контекст брать тем более ветхий завет там навсегда другом контекст прекрасно знаете обычно кто цитирует что-то из ветхого там всегда подразумевается основном плоть конечно и порой смысл вообще левый поэтому не будут даже предисторию рассказывать хотя там и там вообще-то даже если пророчество хоть было и о том времени и о приходе христа но это все можно применять и ко всем нам ну вы сами услышите все это языки 4 глава 26 28 стих можно брать большой контекст я не хочу чтобы ролик не удлинять и дам вам сердце новое и дух новый дам вам и возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное кстати вот по помните тоже плоть плоти это зло здесь господь говорит в русле вот как надо читать то здесь то господь плотяное сравнивает просто с каменным что ты свое плотяное сердце вот человеческое а ножки живое стучит все знают как сердце пульсирует сейчас полно медицина вон все эти можно человека насквозь просмотреть а что случилось-то с человеком но он там пишет об израиле который оставил господа как обычный контекст на весь вы всегда знаете что такое ветхий завет всех этих пророков вот и дам тебе сердце плотяное вложу внутрь вас дух мой и сделаю то что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять и будете жить на земле которую я дал отцам вашим и будете моим народом и я буду вашим богом это кстати вы знаете снова за это ссылка кстати и на этот место пророка есть и когда вы помните что я буду вашим богом а вы будете моим народом кстати тоже одна из ссылок на вид нового завета на ветхий завет то есть господь берет у нас сердце каменное почему я вам говорю что это все правда и дает сердце плотяное но здесь мысли наоборот доброе живое и и как же вот эти все ученики правда так даже без не могу сказать жалко что мы все это проповедники учат всякой фигне надо учить евангелию господь сказал мы должны друг другу не к себе приводить не какие-то церкви создавать даже общины никакие мы не должны создавать это естественно когда люди просто рядом живущие там объединяются в интернете ли господь сказал где дволь трой автоматически я делаю так что вы друг другу притягиваетесь да это факт так и будет вложу внутрь вас дух мой это господь тут кстати как конкретно пророчество идет ну там идет конечно и когда они из плена будет опять возвращены в землю свою обетованную идет о христе а по последнем времени так называем когда христос придет это тогда когда христос придет мы с вами каемся и и что делаем принимаем христа веру им каемся крестимся и что в крещении происходит господь забирает у нас злое сердце камень дает нам сердце плотяное в него вложу внутрь вас дух мой в это сердце это вот то древо жизни опять возвращено это тот христос вошедший достучавшийся до нас в откровении где написано что кто услышит голос и откроет и я войду и буду с ним вечерять то есть романтический ужин устраивать дух мой и сделаю то что и к что сделает-то господь вот эти лжепроповедники конечно что а бога нельзя бога надо по бумажке познавать давай павла почитайте но сейчас я вернусь к павлу и будет будет что и и сделаю то это господь сделает в крещении вложу вас дам вам сердце место каменного плотяное раз в него вложу дух мой святой дух святой дух светлый чистый добрый до дух божий дух христов и сделаю то что вы будете ходить в заповедях моих вот поэтому духу в живом сердце и уставы мои будете соблюдать и выполнять не предание человеческий двухтысячелетний или весь закон иудейские потом что там только не наберут это даже уже не закон вырывает из пророков придумать свои учения выдают дэд даже не закон моисеев закон нас вообще не колышет мы с вами не евреи не иудеями никакого завета ветхого с богом не заключали и будете жить на земле которую я дал отца ваши но наши отцы кто с и грубо говоря действительно туда пошел сейчас я то уже вам говорю как мы можем подумать в третьем этапе что мы христиане да это было для евреев вообще пророк говорил это говорили в пророчестве о христе и мы можем каждое себе сказать и пойдем в какую землю в ту на небеса которая дана всем кто ну отцам кто бы жили прежде нас и будьте моим народом и я буду вашим богом ну и можно для этого но и там он будет в царстве небесное мы будем его а он будет наш вот вам прекрасные места да почитайте павлу я уже доскажу раз обмолвился как он говорит то в 20 главе перед тем перед арестом своим уже он в кесарии это 100 там 200 километров портовый город который сейчас уже не существует до иерусалима он собирает всех пресвитеров солнце меня уже нагоняет я сейчас немножечко немножечко вот так солнце в глаза уже павел в кесаре собирает пресвитеров не священников их вообще не существовало в новом завете никаких это их потом язычники придумали переодетые в христиан и иудеи ну иудеи вообще непонятно они отвалились вот именно им своих священников хватает он собирает пресс-витеров церкви и говорит им читайте внимательно 20 глава если я не ошибаюсь вникай в себя и в учении в себя вникайте и друг другу вернее но пресс-витеров собирает до друг другу тоже советы сначала в себя друг другу и в учении и то же самое говорит да я кстати могу конечно это быстро открыть вам сейчас наверное этот компьютер немножко у меня подтупливает но я постараюсь быстро вам это найти вот нашел внимая себя внимайте себе он говорит пресс-витерам и всему стаду и всему стаду пресс-витер это не какие-то башки пастыри ну и сейчас уже священники по-другому их назад немало тоже священство нету в христианстве нету нет никаких жертв нет никаких храмов то надо понять конечно в христианстве то поэтому когда внимайте себе пресс-витеры то же самое да вы никого никто никого слушать не должен себе сначала и всему стаду в котором дух святой поставил вас блюстителями пасти церковь господа но пасти не жезлом железом как в откровении потом будет говорится которую он которую он церковь господа приобрел своей кровью бог бог крови а ты будешь палкой бить стадо его это не твое стадо пости церковь господа как и надо пости если каждый тебе брат и овечка ты должен как псина я вам приводил эти образы христова пастушечье а тимофей он говорит то же самое вникай в себя и в учение в себя сначала занимаясь этим постоянно ибо так поступая и себя спасешь и слушающих тебе надо внимательно читать писание поэтому кто он там будет говорить что сердце твое лукавое можете обманить да она лукавый этом лукавый если христа не принял ты значит и не веровал в него никогда не веровал ты боишься опять всего вокруг из тех страх ты точно ничего те духа святого нету кто принял дух святого это дух смелости одно из его свойств дух божий посмотрите на христа это смелый смелый человек был так скажем посмотрите на апостолов которые вчера разбежались предали отреклись приняв духа святого в том же синдрионе через неделю стоят и спокойно с гусь ревностью из силы проповедуют петр там и она как все стоят посмотрите что дух святой делает с истинными его послушниками так назовем так что вот так вот вот что такое любовь к врагам любовь к врагам это умовое понуждение себя к чему к добрым желанием мыслям то есть этому человеку и при первой же возможности извергать из своего рта не всякую погонь на этого человека об благословить его что лично что за глаза с кем-то никого не пересуживать не клеветать вы все это найдете еще более подробно я не буду вам приводить вы все найдете в евангелии не осуждать не клеветать на сына брата на сына матери твоей брата твоих вы помните как ветхом завете везде что-то клевещешь вот и при случае при первом благотворить этому человеку сделать доброе дело если слыша его нужде даже своему врагу вот и все все очень просто а сердце дает бог он может даже поменять во первых она у тебя сама изменится когда он из врага превратится в брата тебе а такой возможность и ты будешь вот понуждать себя вот к таким делам любви к врагу если будешь себя понуждать к делам они невозможно будет их явить если не будешь этого хотеть то есть желать в мыслях своих в уме эти дела когда-то газ господом господь сказал все явное станет все тайное станет явным господь может быть в этой жизни хотя не не факт ну у божий правос божий промысл о каждом человеке свой но твое дело делать так а промысел у бога как он там в этой жизни с этим человеком этом откроется мы не видим что все в этой жизни принимают христа вот это уже не нашего ума дело господь там никогда не заповедовал в его ум лезть и там а его промысли о других рассуждать о себе да но не о других вот вот все что что касается любви к врагам я вам как бы все сами дела конкретно потому что это вроде общей фразы хотя увидите даже в маленьком кусочке мужеского для себя можем найти ага это разбивается на желание а желание на действие в виде языка и рук так назовем их да то есть благословение благотворение и еще сколько нам там сказано даже в маленьком кусочке с вами успели прочитать про неосуждение про незлословие про давание просто так если взаймы то не не в рост и не требовать назад забыть об этом и прочим прочим вещами даже с вами в маленьких кусочках вырванных успели эту ведь ну естественно пожалуйста читайте целиком евангелие мы в проповедях это вырываем только с той целью чтобы ты же не будешь сутками евангелие читать вы сами уймеете с вами читаете ну вот это что касается по любви к врагам и как господь сказал то это я хочу просто с напомнить чтобы связать в следующем ролике господь говорит об отце небесном как абсолютно об абсолютной любви вы это прекрасно помните сейчас мы это еще раз посмотрим кем он его называют да будете сынами отца вашего небесного ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и писать дождь на праведных и неправедных и так будьте совершенны как совершен отец наш небесный но у луки чуть по-другому он говорит о всевышнем и так будьте и будьте сынами не отца небесного а всевышнего ну какая разница отец небесный хотя отец слова лучше чем просто всевышний как аллах какой-то ибо он благ неблагодарным и злым то есть какие перечисления неблагодарные злые добрые и и злые и еще тогда и так будьте милосердно а здесь говорит как отец ваш милосердно ну тут правда без небесный все не все время когда я начинаю там богу любовь проповедовать не некоторые вот а как же он там буду погубил в потопе какой любовь где тебе христос вся полнота этого отца небесного явившиеся воплоти 2000 лет назад от нашего времени говорил уподобляться отцу небесного топя грешников ну где бог тебе заповедал на отца небеса смотри только как на любовь это кстати единственное место без вырывания всяких контекстов но единственно можно целиком что у луки я вам прочитал до кстати нагорная проповедь по луке и нагорная проповедь по матфею пожалуйста прочтите где тебе христос больше он нигде такого подобного не будет говорит где тебе христос говорил чтобы ты уподоблялся отцу небесному топя всех на свете нигде тебе такого господь не говорил правильно правильно христос тебе явно дал и сказал какими делами ты должен подобиться отцу небесного и господь тебе нигде не заповедовал ломать голову почему отец наш небесный так своих детей и всех на этой земле людей рожденных заповедовал воспитывать и как у нас воспитывал какие у него планы на всех по смерти так далее сами себе голову забивают а христос тебе голову так не не заповедовал забивать он тебе сказал как смотреть на отца небесного они чем там делу этих погубил этих погубил тебе так сказано христос говорил нет ты христианин или кто-то есть то библию назвали словом божьим вопреки тому что вообще на ней написано и написано в ней внутри там чьих только слов нет слова экклезиаста это не слово божье он ни разу на бога не ссылается говорят свои слова он не говорит что это я так сказал вам господь я пророк ничего подобного книга экклезиаста это слова обычного человека как и все мы с вами смертного ничего он там большего не говорил вот и все так что вот так вот я поэтому в следующий ролик хочу кое-что там как раз из ветхого завета такой чудный кусочек взять мне кажется он вас очень повеселит в хорошем смысле слова и мы посмотрим до чего можно докатиться если из бога делать сатану принципе сам господь нам так говорил и вот мы с вами убедимся до чего я говорю можно в этом плане докатиться где господь будет у нас радоваться о том что мы с вами страдаем и грешники и ужасные так что надо читать евангелие где христос иисус это воплощенный бог и в нем вся полнота божества то есть в нем отец он это и говорила даже не мы с вами придумать обороты что раз в нем вся полнота божества а бог это отец д то он нам сказал что бог отец хотя он сам это говорил ветхом завете и мы в следующем ролике с вами в этом убедимся вот отец воспитывать своих детей но наше дело подражать отцу только в любви к детям они воспитание это надо для себя тоже четко уяснить это заповедь иисуса христа и причем не смотреть на апостолов как они потом делали они тоже погрешали кто точно безгрешен так это воплотившийся бог наш вот и он как в роли сынов сына вот сын божий в роли показал нам как нам себя вести да он как отец небесный там воспитывал наказаниями да но здесь на земле как сын а нам брат и мы значит мы братья не отцы мы он показал как нам друг с другом поступать все отдавать на отмщение отцу небесного на его воспитание на его наказание сам он никого на земле не наказывал мы уподобляемся отцу небесному только в любви к ближним он это четко сказал а в общем уподобляйтесь мне если не хотите вообще себе голову забивать смотрите на меня и делай как я это весь тезис евангелия сказано иисусом христом вот и все так что все эти головоломки там а почему так он делал ветхом завете так от тебя вообще не касается забудь об этом если хочешь быть в раю с господом а не в аду с чертями вот так вот но все давайте поблагодарим нашего любящего бога иисуса христа и будем прощаться следующий ролик об отце небесном господь мой и живой бог любовь наш иисус христос вся полнота божества телесная явившийся 2000 лет тому назад слава тебе слава тебе господи слава тебе спасибо тебе боже наш что открыл нам истину свою имя твое сущность твою который есть любовь и мы познали эту истину утвердились в ней стоим не падаем нежно бережем ее и подвязаемся даже до смерти слава тебе можно слава тебе вас вы господи я благодарю тебя за все за всю любовь твою за все что подаешь потребны мне для жизни радости веселья и святости уподобляясь тебе любовью ближнему всеми теми дарами какими ты подаешь мне для твоей славы слава тебе боже наш слава тебе господи я благодарю тебе за все слушающие этот ролик за всех братьев и сестер любящих меня и учащих меня любви все твои благословения всегда на всех детях твоих на всех людях но особенно на детях твоих которые чистыми сердцами понуждают себя уподобляться тебе любовью ближнему слава тебе можно слава тебе господь и живой бог любовь наш иисус христос всегда во веки веков и вчера и сегодня и завтра посреди нас я вас всех нежно целую крепко обнимаю прощаюсь с вами до встречи следующем ролике пока пока